Добро пожаловать на Альфа-Ньюс, это Армянская неделя. С вами, как всегда, я, Бенямин Мативасян. Мы продолжаем представлять вашему вниманию основные события прошедших 7 дней. В нашем сегодняшнем выпуске смотрите. Баку готовится к декабрьским переговорам увеличением своих военных расходов. А Никол Фашинян сменой имиджа. Зангезурский коридор реальнее любого из обещаний Никола Фашиняна. И парад отставок в армянском правительстве. С уверенностью можно сказать, что в руководстве Азербайджана прекрасно осознали суть современной политики. Политики двойных стандартов. Именно поэтому мы видим ситуацию, при которой Азербайджан сам активно вооружается. При этом жалуется на то, что Армения периодически перевооружается. Проводимая Арменией политика милитаризации и гонки вооружений представляет угрозу региональному миру и безопасности. Об этом президент Азербайджана Илхам Алиев заявил в ходе встречи с делегацией, возглавляемой членом палаты представителей США Августом Пфлюгером. Он отметил, что для подписания так называемого мирного договора важно положить конец так называемым территориальным претензиям к Азербайджану в конституции Армении. У Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе, заявил Илхам Алиев. Совсем недавно стало известно и то, что Азербайджан в 2025 году израсходует на оборону порядка 5 миллиардов долларов. Более того, когда вы читаете азербайджанскую прессу, читаете различные аналитические статьи на азербайджанских сайтах, заявление анализируете официальных представителей Баку, становится ясно, что обосновывают увеличение военных расходов в Азербайджане тем, что якобы Армения перевооружается, готовясь к войне. Более того, добавьте к этому и то, что в период с 14 ноября по 19 ноября из Израиля в Азербайджан было совершено еще новых 4 авиарейса по перевозке вооружений, и станет ясно, что в Азербайджане никто на серьезном уровне не готовится к так называемой эпохе мира. На прошлой неделе мы с вами говорили о заявлении Хикмета Гаджиева, который подчеркнул, что в декабре 2024 года начнется новый этап переговоров между официальными Ереваном и Баку по вопросу так называемого мирного договора. Однако, если мы проанализируем все вышеизложенное, если мы внимательно присмотримся к тем процессам, которые происходят в Азербайджане, к тем военным учениям, которые на неделе в частности провели Турция и Азербайджан, становится ясно, что в декабре 2024 года в Азербайджане планируют начать не просто новый этап переговоров с Арменией, а они попытаются начать переговоры по навязыванию Армении второго Александропольского договора. Напомним, что первый договор, заключенный в 1920 году, привел к тому, что Армения была демилитаризирована. Более того, фактически все важнейшие коммуникации перешли под контроль Турции. Более того, согласно одной из статьй Александропольского договора, в Ереване должен был быть официальный представитель турецкой власти, который должен был следить за тем, как Армения осуществляет взятые на себя по Александропольскому договору обязательства. Как вы думаете, у Алиева и Эрдогана есть уже новый кандидат на пост человека, который должен следить здесь, в Армении, и за тем, как будет осуществляться так называемый мирный договор на практике в Армении? Или Никол Пашнян неплохо справляется с этими обязанностями? Своё мнение можете написать в комментариях. Безусловно, одной из важнейших тем обсуждения на неделе стали кадровые перестановки, которые осуществлены Николом Пашняном в его правительстве. Согласно публикациям в армянских газетах, стало известно, что кадровые перестановки были сделаны с использованием мессенджера WhatsApp. Людям написали сообщения о том, что они должны уйти в отставку, что в итоге и произошло. Шестеро высокопоставленных чиновников в Армении ушли в отставку после так называемой просьбы Никола Пашняна. Сам Никол Пашнян объяснил их отставки не личными, а системными причинами. Со своих должностей ушли председатель Высшего судебного совета Армении Карен Андреасян, глава антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, министр внутренних дел Ваэгазарян, председатель Следственного комитета Аргишты Карамян, министр территориального управления и инфраструктуры Генель Саносян, а также руководитель комитета госдохода в Армении Рустам Бадасян. Напомним, что 15 ноября Никол Пашнян в ходе заседания правительства раскритиковал работу судебно-правовых и силовых органов из-за жалоб граждан на рост числа преступлений и коррупцию. Уважаемые коллеги, моя чаша терпения переполнилась. Я вам прямо всем говорю, конец этому настал. Это не может продолжаться. Некоторые судебные процессы длятся уже 7 лет, и наши граждане не могут поверить, что я не стою за этим абсурдом, заявил 15 ноября Никол Пашинян, подчеркивая разочарование общества в судебной системе Армении. Возвращаясь к теме о том, что Азербайджан ни на йоту не приблизился к осознанию того, что с Арменией следует заключить мирный договор, да и в целом положить конец вражде между двумя государствами, отметим следующее, что на неделе официальный Баку представил очередной иск против Армении в Гаагский суд. Азербайджан представил в постоянный арбитражный суд в Гааге иск против Армении, обвинив ее в нарушениях суверенных прав Баку на энергетические ресурсы. Речь идет о деятельности крупных инфраструктурных объектов энергетики на территории Нагорно-Карабахской республики. В МИД Азербайджана заявляют, что Армения на протяжении 30 лет препятствовала доступу Азербайджана к своим энергетическим ресурсам. В заявлении говорится о гидростанции на Сарсангском водохранилище, проектах строительства аналогичных станций на реке Аракс вблизи границы с Ираном. В период так называемой незаконной оккупации армянская сторона лицензировала и регулировала организации, эксплуатирующие тертерскую ГЭС, якобы незаконно подключила этот источник энергии к своей внутренней электросети и направляла электроэнергию в Армению для внутреннего потребления, утверждают в ведомстве. Отмечается, что Азербайджан продолжит требовать у Армении возмещения ущерба, нанесенного в результате так называемой незаконной эксплуатации энергетических ресурсов, в том числе и источников возобновляемой энергии на так называемых освобожденных территориях. Напомним, что Азербайджан в декабре 2022 года начал блокаду Республики Арцах под предлогом защиты экологии. Засланные властями Азербайджана десятки и сотни активистов, при фактической огневой поддержке азербайджанских солдат, засевших на близлезайших высотах, перекрыли дорогу жизни, единственный маршрут, связывающий население НКР с Арменией. Тема с очередным иском Азербайджана против Армении в Гаахском суде заставляет нас более подробно поговорить о переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном и, самое главное, поговорить о всех тех инициативах, которые в рамках этого самого переговорного процесса несколько лет подряд выдвигаются Николом Пашиняном. И сейчас мы не будем говорить о всех тех инициативах, которые армянская сторона выдвигала в период с 2018 по 2020 год. Помните, как Никол Пашинян в Мюхене, например, говорил о том, что нам с Азербайджаном необходимы микро- и макро-революции в различных отраслях, в различных сферах и средах, для того, чтобы между двумя странами воцарился мир. Или говорил о том, что урегулирование Нагорно-Карабахской проблемы должно удовлетворять пожелания представления народов Армении, Азербайджана и Карабаха. Мы говорим о тех инициативах, которые Николом Пашиняном выдвинуты за последние 2-2,5 года. На неделе в одной из армянских газет было отмечено следующее, что Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Илхаму Алиеву следующий вариант действий в рамках подписания так называемого мирного договора. Армения предложила включить в пункт договора статью о том, что мирный договор вступает в силу после того, как в Армении произойдут конституционные изменения. Своим этим предложением Никол Пашинян пытался убить сразу двух зайцев. Во-первых, удовлетворить требования Илхама Алиева по изменению армянской конституции, а во-вторых, таки добиться от официального Баку подписания хоть какой-либо бумажки, которую здесь внутри страны можно было бы представить как так называемый мирный договор. Однако Алиев ожидаемо отверг предложение Пашиняна. И это не единственный геополитический эксперимент, который завершился геополитическим провалом. Дорогие друзья, помните, что произошло весной 2022 года? Никол Пашинян, выступая в Национальном собрании Армении, заявил о том, что если Армения опустит планку ожиданий по статусу Нагорно-Карабахской республики, это с одной стороны позволит Еревану добиться обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Но самое главное, это позволит обеспечить широкую международную консолидацию вокруг Армении и Нагорного Карабаха. Но что произошло потом? Никол Пашиняна отправился в Прагу осенью 2022 года. Своим личным решением признал Карабах частью Азербайджана. В 2023 году, когда Азербайджан стал осуществлять этническую чистку армян в Нагорно-Карабахской республике, Никол Пашиняна не вмешался в этот процесс. Но Азербайджан не только, проведя этническую чистку, не обеспечил безопасности права армян Карабаха, но и не признал территориальную целостность Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией. Иными словами, геополитическая инициатива Николы Пашиняна весны 2022 года провалилась. Помните еще одну инициативу Николы Пашиняна и аппарата правительства? Создать двусторонний механизм изучения событий на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана. Неоднократный Никол Пашинян говорил об этом, и администрация Николы Пашиняна делала соответствующие заявления. Азербайджан не просто отвергает это предложение Армении, но и при любом инциденте на границе обвиняет в нем официальный Ереван. То есть мы вновь видим схему предложения Пашиняна «провал». В самом начале 2024 года Никол Пашиняна делал еще одно геополитическое предложение — подписать Армении и Азербайджану пакт о ненападении. Азербайджан не просто отверг это предложение, но, как уже было отмечено в рамках нашего выпуска, в 2025 году израсходует на оборонные нужды порядка 5 миллиардов долларов. Вновь предложение — «провал». А уже в конце 2024 года Никол Пашиняна предложил Армении и Азербайджану подписать не только мирный договор, но и некий стратегический договор, или как он сам заявил, некую стратегическую сделку заключить Азербайджану и Армении по поводу того, как мы будем сосуществовать вместе в одном регионе в следующие 100, 200, 300 лет. Азербайджан не просто отверг это предложение, а, как мы уже отметили, очередные иски против Армении представил в Гаагский суд. Остается только понять, насколько хватит у армянской государственности иммунитета для того, чтобы противостоять экспериментам, которые осуществляются против армянской государственности со стороны Никола Пашиняна и властей Армении. Да, сегодня мы вынуждены говорить только о неком государственном иммунитете, поскольку физической глубины территории у нас не осталось. После того, как Никол Пашиняна своим личным решением сдал Арцах Азербайджану. На неделе из заявлений турецких и азербайджанских чиновников стало ясно, что ни Анкара, ни Баку не отказываются от темы так называемого Зангезурского коридора. В частности, об этом высказался представитель Илхама Алиева Эльчин Амирбеков. Открытие так называемого Зангезурского коридора это проект, который Азербайджан рассматривает как выгодных для всех сторон. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью в венгерской газете в ходе своего недавнего визита в Будапешт. Для нас это важно, потому что образуется связь между основной частью Азербайджана и Нахачаваном. А для Армении это важно, потому что это может положить конец ее изоляции в регионе, отметил он. По словам Амирбекова, Армения сможет присоединиться к экономическому сотрудничеству и в более широком регионе. Амирбеков отметил, что так называемый Зангезурский коридор также является альтернативным маршрутом Срединного коридора, соединяющего Азию с Европой. Поэтому он имеет важное значение и для других стран региона. Турция конкретно поддерживает открытие так называемого Зангезурского коридора и Россия выразила свою заинтересованность. «Я уверен, что открытие коридора также и в интересах Ирана. Поэтому я не думаю, что так называемый Зангезурский коридор может привести к новой войне. Напротив, это позволило бы ему расширить экономическое сотрудничество между Арменией и Азербайджаном, что стало бы важным фактором укрепления доверия между сторонами», отметил Амирбеков. Не только Амирбеков прокомментировал тему Зангезурского коридора. Этот вопрос прокомментировал в частности и представитель кабинета министров Реджепа Таипа Эрдогана, министр транспорта Турции Абдул-Кадыр Урароглу. Из заявлений турецкого чиновника стало ясно, что в Анкаре воспринимают Зангезурский коридор как проект, маршрут которого должен определить Баку, поскольку Урароглу сказал, что их азербайджанские братья должны решить, пройдет ли Зангезурский коридор по территории Ирана или по территории Армении. Однако самое главное из заявлений Урароглу стало известно, что в Турции уже проведены тендеры по строительству соответствующей инфраструктуры в рамках так называемого Зангезурского коридора и вскоре начнется строительство необходимой инфраструктуры. Вы представляете, дорогие друзья, даже несмотря на то, что Никол Пашнян, у которого была борода, сменил свой имидж, Турция и Азербайджан не отказываются от так называемого Зангезурского коридора. Ну а если быть серьезным, более серьезным, то следует отметить следующее. Заявления турецких и азербайджанских чиновников говорят о том, что несмотря на все заявления представителя официального Еревана, несмотря на заявления о том, что вопрос, касающийся коммуникаций, выведен за скобки переговоров по так называемому мирному договору, ничего хорошего будущие переговоры Армении не сулят. Если же попытаться по пунктам разложить последствия заявлений Ура-Роглу и Амирбекова, то следует отметить следующее. Во-первых, после того, как в Азербайджане стали инвестировать в проект так называемого Зангезурского коридора, инвестиции в этот проект начинает осуществлять и официальный Баку, что означает, что ни Алиев, ни Эрдоган не отказываются от тех положений, которые в свое время были закреплены ими в рамках Шушинской декларации. Более того, очевидно и то, что после подписания, если, конечно, оно все-таки произойдет, так называемого мирного договора, для Армении начнется период новых и, возможно, даже более сложных переговоров по так называемому Зангезурскому коридору. Давайте четко определим, переговоры будут не по вопросу о разблокировании транспортных коммуникаций. Армения потеряла для себя шанс добиться разблокирования транспортных коммуникаций в регионе после того, как сама саботировала реализацию соглашения 9 ноября 2020 года. Нас сейчас ждут переговоры именно по так называемому Зангезурскому коридору. Если же к этому добавить заявления, о которых мы сегодня уже с вами говорили, заявления президента Азербайджана, который выступает против возможностей Еревана по перевооружению своей армии. Если же наш тезис о том, что Азербайджан и Турция будут добиваться подписания новой формации Александропольского договора, то это означает следующее, что в какой-то момент Баку и Анкара поднимут вопрос об обеспечении безопасности коммуникации в рамках так называемого Зангезурского коридора. И поскольку к этому времени в соответствии с их требованиями Армения будет демилитаризирована, то вполне возможно, что они выступят с предложением, с требованием скорее о том, чтобы безопасность этих коммуникаций осуществлялась бы со стороны Азербайджана или скорее всего со стороны Турции. Более того, если наши предположения верны, а также с учетом того, что в Турции, по крайней мере в эрдогановской Турции к многим вопросам относятся системно, будет вполне логично, если следующим требованием официальных Анкары и официального Баку станет полный вывод любого военного или иного контингента, который Баку и Анкара считают для себя угрозой с территории Армении, с армяно-азербайджанской границы, с армяно-турецкой границы. Вывод российских пограничников, которые обеспечивают безопасность на армяно-турецкой границе уже несколько десятков лет, является одним из самых фундаментальных требований Турции в отношении Армении в контексте так называемого налаживания отношений между сторонами. Будет абсолютно неудивительно, если в какой-то момент власти Армении попытаются реализовать это требование. На самом деле в данной ситуации есть всего один вопрос. Глава погранвойск службы национальной безопасности Армении полковник Унанян уже обратился к российским коллегам с просьбой вывести контингент российский с армяно-турецкой границы, со всего периметра армяно-турецкой границы или такой новогодних подарок власти Армении готовят для населения страны на 2025 год. Более того, будет неудивительно, если на дверь укажут и европейским наблюдателям, которые осуществляют здесь свою миссию с 2022 года. Если анализ ситуации, которую мы вам представили, действительно верный, то мы можем зафиксировать, что власти Армении вскоре будут вести переговоры не только по вопросу так называемого Зангезурского коридора, но и будет делаться все возможное для того, чтобы Турция стала бы восприниматься как безальтернативный гарант безопасности Армении. Что в свою очередь означает, что процесс интеграции Армении в так называемый тюркский мир завершен. Только в такой Армении, интегрированной в тюркский мир, у Никола Пашиняна, в его восприятии есть хоть какие-либо шансы на продолжение своей политической карьеры. Такова была Армянская неделя, а мы с вами встретимся ровно через 7 дней в эфире Альфа-Ньюс. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова